Всем привет! С вами Михаил Прогунов. Вообще-то сегодня с вами буду не я, а сегодня я проведу целый день вместе со Стасом Линдовером и наконец вы узнаете о его рационе питания, о том, что он ест, а главное, какое спортивное питание он употребляет. Поэтому поехали! Третья. Доброе утро. Доброе. Семь утра. Семь утра. Без пятнадцати семь приходится вставать. Первая тренировка обычно начинается либо в восемь, либо в девять утра. Это имеется в виду работа с клиентами. Соответственно, приезжаю на час раньше для того, чтобы сделать свою любимую аэробную нагрузку. А сейчас будет незамысловатый завтрак. Тот, который, на мой взгляд, должен быть именно в тот день, когда с утра выполняется аэробная нагрузка. Вперед проходим. Вот так выглядит кухня. Здесь творится все основное колдовство. Завтрак сегодня будет у меня очень скромный в этом плане. Я уже себе приготовил. Вот у меня овсянка будет. Это, собственно, углеводы на первую половину дня. Грамм, наверное. Сто. Но есть я их сейчас не буду. Немного. Немного. Да. Я, к сожалению, вынужден признать, что в моих 42 года обмен веществ все-таки несколько замедленный. Приходится достаточно умеренное количество углеводов употреблять. Но достаточно большое количество белка. Сейчас это, конечно, не фантастические цифры. Я пришел к тому, что должно быть порядка, в моем случае, грамм 300 белка в день минимум. 350. Учитывая, что вешаю где-то килограмм 116-117. Плюс-минус. Вот. А углеводов не хватает. Понятно, что позавтракать, пускай сложными углеводами или со средним гликемическим инксом, потом идти на беговую дорожку, это, в общем, не очень правильно. Потому что организм будет окислять жир только в одном случае. если нет других источников энергии. Но многоловный желудок это делать, конечно же, неправильно. Вот. Для этого у меня есть удивительный прибор, называется блендер. У меня блендеры есть везде. У меня есть здесь, у меня есть на работе, у меня есть вот везде, где я могу стационарно найти электричество. У меня везде есть блендеры. Вот, собственно, мой завтрак. Многие, многие любители бодибилдов и фитнеса знают, что основные виды белка мы получаем все-таки, когда мы используем смеси. Ну, если вы можете себе это позволить, я надеюсь, что это на сегодняшний день доступно, это либо изоляция сывороточного молочного белка, либо гидролизат. Основное отличие, это то, что гидролизованный белок, он степень усвоения. Конечно, степень усвоения значительно быстрее. Поэтому, в основном, я пью все-таки после тренировки, для того, чтобы максимально быстро аминокислоты уже в свободной форме попали в те самые поврежденные мышечные волокна. А сейчас, я думаю, что нет ничего страшного, если я позавтракаю порцией Голд Стандарта Вей. Вот таким вот. Многие спрашивают, что выбрать? Вей Голд Стандарт или какой-нибудь другой протеин? Что ты скажешь? Вей Голд Стандарт отвечает тем, как сказать, потребностям качества белка? Ну, на самом деле, если вы посмотрите современные какие-то исследования или современные рейтинги спортивного питания, причем независимые, что важно. То есть, если бы, например, фирма Optima Nutrition заказывала исследование, скорее всего, конечно же, можно предположить, что исследования были бы, может быть, не совсем корректными. Учитывая то, что этот протеин является, я могу ошибиться, но лет, наверное, 8 протеином года, причем именно вот этой марки, мы можем все-таки, наверное, с какой-то высокой доверятностью сказать, что это действительно один из лучших. Лучше ли? Ну, тут вопрос выбора. То, что один из лучших по оценкам специалистов, это факт. И самое главное то, что, ну, понятно, что я работаю с клиентами огромное количество, мечется между разными марками. И некоторые мужчины испытывают проблемы все-таки с усвоением молочного сахара, да, лактозы. Собственно, из-за того, что фирмен под названием лактоза недостаточно вырабатывается. Мужчин в определенном возрасте там может и вообще не вырабатываться. Я не видел ни одного случая, который привел бы к расстройствам желудка при использовании вот этого протеина. Не готов отвечать за все остальные, но тем не менее. Готовлю я его на воде. Дело в том, что все-таки при разбавлении достаточно быстрого белка в жидкости, если это будет молоко, которое содержится на вставе большую часть казеина, в этом случае, конечно же, скорость усвоения будет лимитирована скоростью усвоения молока. А мне все-таки хотелось бы через 40 минут ссать на дорожку и быть уверенным, что как раз все аминокислоты, которые содержатся, уже будут именно в тех местах, где необходимо быть. Дозировка. Раньше клал два черпака, сейчас кладу полтора. Получается, если по заявленным данным, это порядка 35 грамм белка. Разговор об усвоении. За один раз 30 грамм белка, он, конечно же, очень условно, очень относительно. Потому что моя супруга весит 49 килограмм. Я вешу там 115 килограмм. Ну, как можно сказать, что у нас одинаковое количество белка, максимальное по усвоению. Ну, наверное, я могу выпить больше или потребить больше. Другой вопрос в том, что определяется все-таки способностью организма вырабатывать ферменты, соответствующие поджелудочные железы. Но для этого нужно, опять же, быть уверенным в том, что вы здоровы. Если у вас кислотность желудка в норме, можно предполагать, что грамм 40-45 совершенно спокойно усвоится и никуда не денется. Ну, будет вот так вот. Почти два. Стас, ты не устал столько много работать? Как ты себя чувствуешь? Устаю. Устаю. Но, видите ли, ведь разговор идет о том, что когда ты прилег, присел, даже в машине ешь, по сути, физически отдыхаешь. Вопрос восстановления психики, а у меня она очень гибкая. Я в этой связи, вот перемена сфер деятельности, да, я там улетаю куда-то, какие-то мероприятия, семинары, меня приглашают на какие-то встречи. Я достаточно много времени провожу в интернете. В работе, отвечаю на вопросы. Консультирую еще какие-то вот схожие, да, по деятельности, но все равно они отличаются по физическому воплощению. То есть, меня это очень сильно разгружает. Я в этом плане очень гибкий. Гибкий, поэтому мне, наверное, тяжелее будет совсем ничего. Даже если была бы такая возможность финансовая, я бы не смог ничего делать. Даже в отпуске, через неделю у меня начинаются ломки. Мне чего-то не хватает. Хочется кого-то потренировать? Что-то в этом роде, да. Что-то в этом роде. Что за вкус такой Рокки Роу? На мой взгляд, самый вкусный вкус. Я так понимаю, что это уже имя собственное, это вкус какого-то мороженого. Какого-то Рокки? Да. Я думаю, Рокки Пальбо. Нет. Нет. На самом деле, одна из причин, которые многие люди, выбрав один продукт, достаточно комфортно и долго продолжают это употреблять. Это как раз вкусовое качество. Достаточно большая линейка, но я для себя выбрал, что мне больше нравится. Вот нечто шоколадоподобное. Это шоколад, это молочный шоколад, это Рокки Роу. Жаль, что вам не удастся ощутить вкус, который мне очень нравится Рокки Роу. Но поверьте, что это вкусно на самом деле. И вот так выглядит мой завтрак. Через 45 минут я уже буду на мегаводорожке. А сейчас я его добью. Ты правда выспался? Сколько ты спишь обычно? По 7 часов? По 6? Лег я вчера в 12. В 4 по какой-то причине проснулся и целый час отвечал на вопросы в интернете. То есть с 4 до 5. В 5 опять заснул и вот в 7 я открыл тебе дверь. Упалудеть? Ничего. У меня сейчас 6 тренировок подряд будет. До 2 часов без перерыва. До 3. И вечером еще 3. Вот такой сегодня день будет буквально реалити-шоу. То, как я в течение дня живу. Ну, не естественно, физиологически нужно, естественно, справляю. Разговор идет именно о питании. О питании в целом. О том, какое спортивное питание я использую в обычный день. Никакой подготовки, никаким соревнованиям сейчас нет. То есть это обычный день. Во время подготовки несколько все сложнее. с учетом того, что как я работаю. Это, как я уже сказал, 8-10 персональных тренировок в день. Час кардио. Час собственной тренировки. И ужин. Отход ко сну. То есть вот сегодня весь день мы будем смотреть, как выглядит такой среднестатистический день. Я думаю, что ничего легендарного, но многие, наверное, все-таки для себя что-то вынесут из увиденного. Так что прошу следовать за мной. Дождались? Дождались. Многие из вас писали. Покажите наконец-то один настоящий, реальный, полноценный день из жизни культуриста. Вот смотрите. Один день из жизни Станислава Лендайвера. И его питание. На улице-то как? Холодно? Да. Все. Ключи от машины. Ключи от дома. Вперед. Да. Вперед. 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 На улице. Да. Вперед. Вперед. как же это сделать. И через 40 минут ждите меня обратно. Будем завтракать полноценно. Всем хорошей аэробной сессии. Разговор о том, что как кардионагрузка влияет на... Это может влиять, кроме как положительного, если вы выбрали верную пульсовую зону. Если вы перед кардиосессией выпиваете или в процессе кардиосессии, я обычно избавляюсь его лица в прошлом виде, в процессе выпиваю. Понятно, что лицин – это аминокислота, которая будет все-таки являться как раз тем самым антикатаболическим агентом. Она будет действительно предохранять мышцы от в лечении тех самых важных аминокислот в админный процесс. Ну что, получилось около 35 минут. Надо завтракать, идти в душ. Прочитал страниц 25. До конца не выяснил, как же все-таки оказывать влияние на людей. Но я буду работать в этом направлении. Обязательно выясню и начну это делать. К разговору еще раз вернусь к тому, что кардионаголодный желудок, ну, во-первых, не совсем наголодный был, да? Я выпил порцию протеина. Вот. И БЦашки выпил перед самой кардиосессией. Сейчас еще, кстати, выпью. Глубоко уверен, что те цели и задачи, которые преследую я, именно, делать кардиосессию в режиме жиросжигания нужно исключительно на голодный желудок с утра, либо в конце тренировки, после тренировки. Сегодня у меня точно не получится, потому что у меня будет тяжелая тренировка ног. Иногда я это делаю. Но, опять же, после тренировки, фактически на уровне нулевом гликогена, после приема либо протеина, либо БЦА, иногда и то, и другое. Так что никаких переживаний на это что-то не испытываю. И уверен, что это правильно. И практика показывает, что это действительно работает. Скажите, самобранка. Пожалуйста, БЦашки, которые я выпил до кардио. И, кстати, сейчас надо обязательно это сделать. Самобрана, что еще и вкусно. Кашка, которую сейчас буду есть, это будет мой завтрак. Азапье это протеином платиногидровая. Это изолят. Гидролизованная изоляция сердечного белка. Самый быстрый, на самом деле. По сути, это D3-пептид, то есть, по сути, это аминокислоты. Очень быстро он попадает в кровь. И, конечно же, вкус у них совершенно фантастический. Да, и обязательно, я уже говорил неоднократно о том, что наш организм никак не синтезирует витамины. Понятно, что жиростворимый витамин D под действием солнцем. У нас вырабатывают все остальные. По сути, организм получается пищи. Я практически не ем овощей и фруктов. Очень незначительное количество. И две капсулы в день. Я, собственно, перманентно употребляю. Единственное, что рекомендую от себя делать это не за раз, а за два приема. Ну, сейчас это будет за завтраком и за обедом. Мишка всегда отдельно своя спрятанная лежит, как у солдата. На лайне всегда в сапоге. У меня она лежит в секретном месте. Приятного аппетита. Если кто-то думает, что это не вкусно, рекомендую ограничить себя по минимуму в углеводах на несколько недель, а то и месяцев. И на всяной каши, гречи, макароны с протеином вам будут казаться самым вкусным блюдом, которое вы себе можете представить. Так что, всем тем, кто завтракает вместе со мной, приятного аппетита, а я с удовольствием начну свой завтрак. Единственное, что добавляю еще клетчатку. В кашу сюда добавляю клетчатку. Порядка 20-30 грамм. Опять, по той же самой причине, что я очень небольшое количество овощей употребляю за день. Клетчатка нужна для моторики, для моторики кишечника, так что рекомендую ее, если вы также к я, недостаточно употребляете овощей, добавлять либо клетчатку, либо вот я беру клетчатку, она менее калорийная. Приятного аппетита. Витамины рекомендую употреблять с едой. Прием на голодный желудок иногда сопровождается появлением тошноты. Особенно у девушек не могу объяснить причин. Поэтому правильнее будет это делать либо с едой, либо после еды. Некрасиво разговаривать с камерой с полным ртом, поэтому я прожую. Еще раз, очень много вопросов у меня приходит по поводу целесообразности использования аминокислот с разветвленными боковыми цепочками. Лицин, валин из лицин. И про их соотношения. Потому что кто-то, какие-то компании упускают соотношения 2, 1, 1. Имеется лицин относительно других аминокислот. Некоторые 6, некоторые 8. Те данные, те исследования, которые мне были доступны, говорят о том, что это физиологичное сочетание этих аминокислот. И именно такое сочетание в наших мышечных волокнах. Порядка 30-40% наших мышечных волокон состоят из этих аминокислот. Они практически мгновенно впадают в кровь. И, конечно же, они в формате аэробной нагрузки, особенно утренний наголодный желудок, действительно будут предохранять мышцы от разрушения. Потому что все-таки избирательный организм, конечно, при правильной пульсовой зоне будет ориентирован на окисление жиров. Но, так или иначе, дефицит калорий может и, скорее всего, приведет к незначительному, но получению энергии из аминокислот. Так вот, лицин как раз та аминокислота, которая предотвращает это. Так что, конечно же, физически это ощутить, как эта аминокислота попадает в мышечный волокон, потом она там в качестве источника энергии начинает расходоваться. Конечно, он не почувствует, но то количество исследований, которое было проведено, безусловно, говорит о том, что это одна из самых исследуемых, самых рабочих способных добавок. Потому что не вижу никакого смысла сомниться или сомневаться в ее эффективности. Сколько, в каких количествах ты рекомендуешь в БЦАП принимать? Порядка 10 грамм. Я всегда ориентирован на какие-то вот такие цифры, которые мне понимаемы во время тренировки, силовой, которая сегодня вечером будет, я разбавлю порядка 10-12 грамм. И во время кардиосессии я сделал порядка 6-7 грамм, сделан на 200-300 миллилитров воды. Вот, собственно, за день у меня получается около 20 грамм аминокислот БЦА. Там цифры по 50, по 60, по 70 грамм за раз. Ну, наверное, можно, я не знаю, просто я не знаю зачем, поэтому как-то вот я все-таки ориентирован на здравый смысл, и вот как раз на эффективное использование. Даже если у вас есть возможность, они вам, не знаю, совершенно бесплатно достаются. Вопрос зачем? Я, наверное, мог бы пить эти 50 грамм, не вижу никакого смысла. Было очень вкусно. И что немаловажно, полезно. Ну что, жду вас на свой обед. А этот прием пищи, вот этот вот, он произойдет при закрытых дверях. Я его съем через 2 часа. Между тренировками. Вот такой вот омлет. Здесь порядка 10 яиц и салатик. До обеда. Наступило обеденное время. Отработал. Домой я езжу всегда на обед, по крайней мере, стараюсь это делать. Так уж получилось, что вот, пока дочка была маленькая, забирал ее всегда из школы. И как-то вот так устаканился мой ритм жизни. Поэтому обычно с 3 до 5 стараюсь выбирать время. И возвращаться домой. Не ехать 5 минут. Поэтому это не обременительно. Вот сегодня, как я уже говорил, основной день будет заточен под прием яичных белков. Ну, опять так получилось. Ну, с углеводами. Я уже поставил воду. Вот такие макарошки. Выбираю я любые хорошие макароны. Обычно это итальянские. То есть твердый цветок, пшеницы. Ну, вот, собственно, пачка 500 грамм. Я ее ем третий день. Да, то есть, вот, собственно, не третий день, третий раз. То есть, получается, грамм, наверное, 150 макаронов за раз. Собственно, вот сейчас остаток этих макаронов я выложу. Готовятся они 8 минут. А дальше все это на сковородку. Чуть-чуть масла и 10 яичных белков, которые я предварительно разбил, чтобы вас не утомляться этой процедурой. Так что вода закипает. Макарошки варятся. Яичным мелком заливаем. Это будет мой обед. Вот, что получилось. По итогу. Макароны и яичный белок. Порядка 10 яичных белков. Порядка 150 грамм макаронов. Витаминка. Optimen. Две капсулы омега-3 жиров. Воды как-то отучился я пить во время приема пищи. Хотя раньше постоянно обильно запивал. Не из-за того, что каким-то образом желудочный сок влияет. Эта теория мне пока еще не ясна, не очевидна. Просто отучился. Так что приятного аппетита. Вам приступает к приемам пищи. Сейчас я не буду никаких добавок в виде дополнительного белка принимать. Только витамин омега-3 жиры. А заодно вспомню, что сегодня я ел. Был прием протеина. Было кардио. Был после кардио овсянка с протеином. Очень вкусно было. И был перекус из яичных белков. Вот сейчас полноценный обед. Дальше на работу. И вечером планирую опять яично-овощной салат. Ну и на ночь я обязательно выпью порцию казино. Какая вкуснятина. А это как? Принимайте витамины и омега-3 жиры с пищей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно, вечер. Тренировка заканчивается. Тренировка ног. Тяжелая на самом деле. Это последнее упражнение. Приседания со штангой. Я практически перестал приседать с большим весом. Поэтому это аж четвертое упражнение. Я делал жир ногами. Я делал гаг приседы. Делал мертвую тягу. И вот последнее приседание. Поэтому вес будет, скорее всего, не очень большой. Но тренировка в целом объемная и тяжелая. Рекомендую всем где-то минут за 10 до конца тренировки обязательно выпить такую солидную порцию БЦАШ. Примерно 10 минут в то время, за которое они полностью усвоятся и попадут по месту назначения, а именно в формированную мышечную балапу. А я думаю, что сегодняшний тренировка достаточно серьезно травмирована. И опять же напомню, что как раз литцин – это аминная кислота, которая препятствует разрушению. Причем нужно понимать, что когда говорится о разрушении, идет разговор не о травмах, которые мы получаем, мы их делаем осознанно. Именно в состоянии дефицита калорий, который в моем случае сейчас все-таки очевидно наблюдается, потому что глиотов ем не очень много, организм включает такой процесс, как глюконеогенез. И он начинает получать гликозу из иных источников энергии, кроме как углевода. И если вы, как же я, пытаетесь находиться в достаточно сухой и качественной форме, в течение года лимитируйте количество углевода. Без БЦАшки, я думаю, вам не обойтись. Так что давайте класть 140, при седании автомобиля 180 или 200, так сказать, чтобы точечку поставить. И выпить почти что победную порцию протеина. Пускай будет 190. Или 200. 190. Тяжело. 210 на 16 не тяжело было? Тяжело. Но я давным-давно, практически уже больше года, не хожу на такие подвиги. Потому что силы ног гораздо больше, чем тот вес, который может выдержать мой позвоночник, уже не молодой. Поэтому приходится достаточно много предварительно утомлять, чтобы более или менее нагрузить ноги именно таким всемирно известным и чуть ли не единственным упражнением, как приседание. Я его таким не считаю. И уйдя от тяжелых приседов, я увидел прогресс. Поэтому оно у меня теперь обычным последним, либо в многоповторном режиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто бы разобрал? Вот в чем плюс. Когда ты приседаешь, что ли, 40 кг, 60 кг, по одному блинчику снял, вроде прибрался со собой. А тут еще несколько минут, да? Демонтаж снаряда. Ну, радует то, что тренировка закончилась. Осталось только заправиться белком и ехать домой, где жена, надеюсь, приготовила салатик, омлетик. И в завтрашнюю дорогу я улетаю завтра на семинар на дайкал, а она мне делает овсяное печенье из натурального овца. Овсяных хлопьев, точнее. Гораздо вкуснее и полезнее, чем то, что продается в магазине. Ну, к сожалению, в самолете жидкости брать нельзя. А сухой протеин есть. Как-то вот пока еще не дошел. Что, разбираем снаряд и идем. Как я вам говорил, блендеры у меня везде. Это как у охотников. Лежит в тайге где-то склад с пищей, сахаром, чайом. Дрова. Так у меня везде. В местах, где я могу оказаться, спрятан блендер, спрятан паттеин, чтобы случить что, я всегда мог любить свою положенную порцию, 40-50 грамм качественного белка. Я, с вашего позволения, соблю все это, потому что не взбивая, это будет невкусно. Я, как Гудиня, ушел в вода и порошок, пришел в взбитый протеин. Логичный вопрос. Почему же не добавить в БЦАшки сразу протеин? К сожалению, будет называемый конкрет временем усвоения. Дело в том, что БЦАшки гораздо быстрее усваиваются. Они практически, ну, не практически, вообще не требуют никакой ферментизации. Это уже аминокислоты, которые практически сразу попадают в кровоток. Какой бы быстрый ни был протеин, он все равно требует некоторое временное усвоение. И если БЦА бросить в размавленный протеин, то, к сожалению, время усвоения будет лимитировано как раз самым длительным периодом, это порядка 30 минут. Теряется весь смысл. Поэтому за 10-15 минут я выпиваю практически полную порцию БЦАшки. Только в конце я выпиваю протеин. Логичный вопрос. А почему же не денег? Или что-то сладкое. Ведь все знают о том, что необходимо максимально быстро восполнить запасы гликогена. Те, кто выступал на соревнованиях, знают о том, что истраченный гликоген восполняется не 5 минут, не 10, порой сутки или двое, если вы действительно находились в состоянии дефицита углеводов. Поэтому я не вижу никакого смысла, вообще никакого смысла сразу после минуты принимать что-то сладкое, гейнер, либо, в моем случае конкретно, я еще раз повторяю, либо, как обычно раньше делалось, банан с йогой. Одним словом, то, что содержит простые сахара. Дело в том, что в этот же момент организм реагирует выбросы мусулина. Все мы знаем прекрасно, да, что основной идеей силового тренинга, помимо воздействия на мышечную структуру, является гормональный отлик, тестостерон и самотропин. Самотропин вырабатывается в максимальный пик на низком сахаре. Как только я выпиваю что-то сладкое, автоматически выброс самотропина прекращается. Насколько большие дозы самотропина вырабатывает гипофиз в ответ на низкий сахар, трудно сказать. Я читал цифры порядка, что в день порядка 3-5 мг самотропина вырабатывает гипофиз. Не проверял эти данные у эндокринологов, предполагаю, что они вполне возможны, что соответствуют данным реальностам. Если это так, то всего у нас несколько пиков. Это во время сна, как мы знаем, второй-третий час сна, и на низком сахаре после тренинговки. Терять драгоценный подкрик моего гормонального аппарата, то есть в данном случае выброс самотропина и гасить его за счет повышения уровня сахара в крови, не вижу никакого смысла. Более того, если предположить, что гликоген восполняется не полчаса, не час, а сутки, примерно, да, то разницы большой нет, съем ли я углеводную пищу. Ну, я вообще просто простые углеводы не ем, например, сложные углеводы через 15 минут, через час или через полтора. А вот белок, который достаточно быстро попадет в кровяное русло, да, должен закрыть то самое анаболическое окно. Вы спросите, а как же инсулина он же транспортирует в транспортную систему? Дело в том, что незначительный инсулиновый отклик имеет организм и выдает именно и на протеин тоже, поэтому беспокоится, что он каким-то образом не достигнет как раз своей задачи, да, своей цели, не попадет как раз в те самые мышечные волокна, которые мы только тренировали, в общем, я не вижу большого опасения об этом. Так что я совершенно спокойно считаю, что необходимо после тренировки закрывать не углеводное окно, а именно белковое окно. Углеводы совершенно спокойно, придя домой, через час, вы совершенно спокойно можете поесть рис и гречь, ничего страшного в этом не будет. Поэтому в исполнении гликогенового депо мгновенно, не вижу никакого смысла, дайте своему организму выписанные гормоны, только потом можете закрывать это самое углеводное окно. Приятного всем аппетита! Тренировка моя закончилась. Сейчас поедем домой, последний прием пищи, он будет белковый, кстати говоря, в основном. И думаю, что на ночь будет прием казеи. Всем спорта, хорошего спорта! Блендер мой индивидуальный, поэтому я могу себе позволить пить пить прямо из него. Теперь я официально ушел в работу. Мой рабочий день закончился. Ночь полная. Пришел темно, ушел темно. Пришел, ушел, да. Ну на самом деле, мне очень нравится. Вы дети темноты. Да, да, да. Сюда не снимай. Это же реалити-шоу. Вот мы и доехали до дома. Между тренировкой и, собственно, ужином где-то минут 30-40. Если посмотрите налево, стоит моя супруга Рита. Собственно, как раз так, благодаря ей появилось это волшебное блюдо. Содержит оно в себе какие-то сложные листья салата. Сложные углеводы. Да, очень много яичных белков, куриная грудка. И, наверное, я сейчас... Здесь у меня есть вот такие вот хлебцы. Рекламировать я их не буду, но выбираю я всегда принципиально, чтобы в составе была не мука, пшеница, не мука, а какая-то ржаная, а именно цельные зерна. Вот, собственно, все сложные углеводы, которые сегодня будут восполнять потраченный мною гликоген. Мисочку я эту сейчас съем. Я думаю, что здесь яиц штук 12-15. Из них, наверное, 6 желтков. Остальные мы не едим, я не ем. Рита, это так? Да, он не ест, выкидывает. А сколько там белков? Ну, где-то здесь получается 12 белков, это где-то получается грамм под 40, да, и где-то 6 желтков, ну, где-то грамм 50. Ну, вот я в среднем так и получается. То есть это грамм белка за порцию? Да. Я категорически настаиваю на том, что все цифры, которые лимитируются, 30 грамм за раз. Ну, вот у кого, за чей раз? Вот я вешу сейчас 115 килограмм, с утра 116 весим, день рабочий закончен. Да, да, да. Понятно, что есть некий мышечный объем. Вот Рита, например, весит 51 килограмм. С утра 52. Да, с утра 52. И что получается у нас одновременно по 30 грамм усваивается? Ну, конечно, это неправда. Понятно, что все лимитировано как раз способности ферментов. То есть усваивать и как раз расщеплять тот самый белок. У меня таких проблем не было и нет. Если вы увидите у Семенихина в блоге, там, где он рассматривал меню Тора, помните такого киногероя? Там у него же 90 грамм за раз было. То есть даже он удивился, как это в общем можно поглотить. Ну, наверное, это уже цифра запредельная. Но порядка 40-50 грамм за раз совершенно спокойно можно употреблять. Поэтому сейчас я это все поглощу. Конечно же, мне не нравится, когда я справляю естественные физиологические нужды, а потребление пищи тоже естественная физиологическая потребность при этом смотрит на меня. Поэтому я прошу вас оставить меня на несколько минут. мне вполне хватит этого времени. Ага, то есть втихаря. Ну ладно, ладно, тогда приятного аппетита. Ну что, червячка уморил, заморил. Надо бы выпить кофе. Ну, понятно, что уже почти полдесятого кофе-то пить на ночь не очень хорошо, а я на самом деле еще много пью. Я нашел для себя напиток, опять же, без каких-либо цикорий. Еще с детства помню этот вкус, он не содержит кофеина. Такой кофе-подобный напиток, какие-то, наверное, положительные свойства имеют, что-то он там делает. Я читал, но меня на самом деле интересует какой-то хоть более или менее кофе-подобный вкус. Поэтому кофе, к сожалению, на ночь не могу пить, потому что и так не всегда хорошо успел. Поэтому сейчас я выпью кофейку. Вынужден признаться, что не готов ответственность заявлять о пользе или вреде, замените ли сахар. Без сахара я без каких-либо вкусовых ощущений не могу пить, а сахар я уже не потребляю несколько лет, наверное. Даже не знаю, как он стоит. Даже если он стоит, не знаю, космический денег, меня это не очень сильно беспокоит. Поэтому буду пить цикорий, а заодно сейчас вам расскажу о секретном печенье овсяном. Достаточно длительный перелет у меня предполагается с пересадки, по-моему, часов в 7 или 8 в самолете. Конечно, в самолете кормят роскошной едой. Прямо страшно представить. Это какие-то гамбургеры, какие-то совершенно неподдающиеся описанию блюда. Ну, правда, не на выбор предлагают говядину, курицу. Но на самом деле там что-то, в общем, не похоже ни на то, ни на другое. Обычно я не ем. Там обычно сладкие кексики, что тоже я не ем. У нас есть такое блюдо, называется овсяное печенье. Делаем мы его из крупных овсяных лопьев. Вот сейчас мы покажем, Рита покажет это, она мне будет сейчас готовить. Незамысловатый рецепт, я не знаю. То есть я, когда мы делаем, когда я делаю сам, у меня получается хуже, чем мне, поэтому она, наверное, проще расскажет. Что здесь находится? Где-то 300 грамм хлопьев овсяных. Заливаем 400-500 грамм воды. Оставляем минут на 10, они набухают. Трем туда 2 яблока. А, еще перед этим мы сахарозаменитель кладем, чтобы он в воде горячее, то есть заливаем и горячее водой. Чтобы сладенькое. Да, чтобы сладенькое немножко было. Два яйца. Все. Перемешиваем. 5 минуточек настоится все. И вот так ложкой кладем, вот где-то такими порциями, на кальку. Но мы делаем в аэрогриле. Можно делать в духовке. И такие, как печенюшки, получаются. Ну, такого размера. Знаешь, в аэропорту сидишь и тихоря натачиваешь. Очень вкусно. Да, действительно, очень вкусно. И что характерно, ну, по большому счету, я понимаю прекрасно, что здесь ничего такого нет. То есть, кроме крупных овсяных хлопьев. В общем, такой углевод с средним гликемическим индексом. А учитывая то, что я, в общем, в дороге буду есть очень немного. Необычно, в общем. Легко. В этом плане, во время перелетов, заказываю себе водичку, чаечек и потихонечку. А можно ведь пронести с собой в самолет порошковый протеин в шейкере, попросить в самолете водичку, разбавить и выпить. Ну, как-то вот, не знаю. Геморрой? Ну, да. Мне как-то вот совсем. И так смотрят, как на сумасшедшего, когда задаешь сумку, в рентген они смотрят, они постоянно спрашивают, что там такое. В общем, там огромное количество всяких блистеров, там всякие какие-то аминокислоты, еще что-то. Аминокислоты в блистерах теперь, пускай? Да, да, у меня есть в блистерах, я их отцепаю. Причем, в самом деле, более подозрительно выглядят они в россыпью. То есть, знаешь, в капсулах и в россыпи, потому что никто не понимает, что там, в общем, без надписи, но, слава богу, в общем, как-то они, кстати говоря, узнают. Узнают, да. А, Стас, это же ты точно. Ну, ладно, проходи, из блистерания. Вот, поэтому сейчас кофеючик, ну, письмо кофеючик. И подожду, пока переварится. Сейчас у меня консультация будет часовая, так что, Миш, ты можешь заняться, чем ты можешь заниматься? Ты можешь посидеть. Я буду подслушивать, как ты консультируешь, а потом так же консультировать. Ну, да, наверное, можно попробовать. Ну, все, погнали, что? Вот и он. Тот самый момент, что ли? Да, тот момент, окончание сегодняшнего дня. Длинный день, на самом деле. Так, как-то вот, когда вот все под камеру, оказывается, так много событий происходит за день, что так, в общем, так их не замечаешь, конечно, огромное количество эмоций за сегодняшний день, как-то так, дисциплинирует, на самом деле. Миш, ты не хочешь каждый день, например, снять цикл месяца жизни Станислава Леонидовича? Каждый день приходить тебе и снимать тебя целый день? Да. Ты знаешь, нет. Нет. Ладно. Ну, что, подведем итоги сегодняшнего дня. Ну, все-таки, учитывая то, что нам интересно, как же я питался сзади, вспоминаю, значит, проснулся. Это было полторы порции сывороточного протеина, изолят. Стас, повернись ко мне целиком, что-то в полбоком стоять. Ну, я не знаю, конечно, неприлично, неприлично. Вот, полторы порции было фактически завтраком, с собой на работу я взял грамм 100 с небольшим овсянки, выпил порцию БЦА, сделал кардиосессию, она у меня длилась минут 40, следом выпил еще одну порцию протеина, что-то меньше 20 грамм, а через 2 часа, не, вру, 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 вру. Сразу после кардио я выпил протеин и съел свою овсянку. Многие, на самом деле, я очень часто слышу о том, что как же так, после аэробной сессии, которая нацелена на жиросжигание, сразу есть углеводы, бить, это же неправильно. Мне всегда было интересно, в чем же здесь неправильно. Если вы понимаете о том, как происходит обменный процесс, вы должны понимать, что жиры не горят, жиры окисляются, присутствие кислорода в определенном диапазоне сердечных сокращений, так называемая пульсовая зона. И этот процесс не является инертным. То есть, как только вы установили беговую дорожку, велотренажер, встали, ваш сердечный ритм вернулся в норму порядка 60-70 ударов, в этот процесс, в этот момент окисление закончилось. Никаких инертных процессов не происходит. Как раз аэробная нагрузка, тяжелые приседания, они как раз раскручивают обмен веществ еще вперед. Поэтому, когда я слышу о том, что тренера не рекомендуют не то, что есть, в течение двух часов пить после аэробики, и мне всегда хочется спросить, чем они руководствуются. Я не вижу никакой логики в этом, поэтому я сразу после беговой дорожки и велотренажера совершенно спокойно выпил свою порцию протеина и съел свою овсяную кашу. Прекрасно себя в этой связи чувствую. Не вижу никакого смысла выдерживать час, два или три. Дальше, через два часа я съел омлет из 15 яичных белков с небольшим количеством хлебцев, вот тех самых. В общем, в обед, у меня сегодня вообще надо признаться, повторюсь, у меня был яичный день, я сегодня совокупно съел около 60 яичных белков. Это не традиционно, не всегда, не вижу в этом никакой проблемы, это могла быть курица, это могла быть рыба, вот сегодня такой день. В обед я съел, опять же, большую порцию омлета и макарон, там тоже грамм 150. После тренировки сразу же я выпил порцию протеина. И БЦА, да. Ну, собственно, я вообще считаю, что безусловно добавка должна, по крайней мере, в моем случае, когда я нахожусь в состоянии пониженного употребления углеводов, она просто обязана быть. Я действительно реально понимаю, что она работает. Я вижу это на клиента, на себе, и без две больших разницы. Сейчас я после тренировки, через там полчаса, поглотил свой салат белково-овощной. И вот, собственно, почти 11 часов, сейчас будет последняя порция козеины. Несложно посчитать, что это было три порции изолятосывороточного белка, это где-то грамм, наверное, 70, нет, побольше, грамм 90, наверное, 100. И вот здесь я съем одну порцию, 30 грамм. Иными словами, 130 грамм белка я получил сегодня из смеси, ну, при общем количестве порядка 350 грамм. Я считаю, что цифра вполне допустимая, порядка там 25-30 процентов белка я получаю из спортивного питания. Связано это, прежде всего, с тем, что, еще раз повторюсь, за завтраком считаю, что нужно употреблять быстрый белок, и сразу после тренировки точно так же нужно употреблять быстрый белок. Все остальные приемы, они могут сопровождаться употреблением белковых коктейлей, могут и не сопровождаться. В моем случае мне крайне сложно поглотить 350 грамм белка из обычной пищи, но это реально нужно съесть огромное количество либо яиц, либо курицы. И еще один штрих, да, это почему же я выбираю козин, а не творог. Я очень люблю творог, я уже неоднократно об этом говорил, но есть, на мой взгляд, один минус этого продукта. Это так называемый инсулиновый индекс. Не гликемический индекс, да, который всем известен, это то, насколько быстро уровень сахара в крови повышается, а инсулина, так называемый инсулиновый отлик. У творога и вообще молочной продукции достаточно высок, иными словами, если задача сохранять сухую мышечную массу, ну, я очень надеюсь, что она более или менее сухая, к сожалению, творог провоцирует достаточно мощный выброс инсулина. В присутствии инсулина, жиросжигание, но, мягко говоря, в общем, затруднительно. Поэтому, когда спортсмены убирают творог за три недели, за четыре недели, и основным аргументом является то, что он держит воду, ну, собственно, нужно понимать, почему он вдруг держит воду. Одна из причин, это то, что такой достаточно высокий инсулиновый отлик. Для меня, в общем, как раз приоритетом является сохранение достаточно мощной, жесткой мышечной массы, так, чтобы она была, выглядела, смотрибельно, да, чтобы я мог, в общем, в любом состоянии, то есть, в любое время года увидеть свой предд. Ну, по крайней мере, мне это нравится. Поэтому от творога я отказался, на ночь я принимаю кузей, но он лишен вот таких вот минусов, так как это достаточно мощный инсулиновый отлик. Кстати говоря, если вы попробуйте разобраться в этом, нигде толком не написано, ни на какой литературе, что же это такое. Просто вот такая посредованная реакция поджелудочной железы на прием некоторых продуктов. Это факт. Я очень люблю творог, но, к сожалению, вынужден на данном этапе отказаться. Кстати говоря, вот плацебо-казеин, вот серия Платин, да, он практически отличается очень серьезно от предыдущих вообще всех продуктов, которые вот на основе казеина, да, медленного белка, тем, что он смешивается практически как сыворотка. Он практически имеет водянистую консистенцию, то есть он смешивается в шейке или без каких-либо проблем. И вообще нужно знать и понимать, да, когда вы покупаете, например, изолятор сывороточного белка, он должен быть консистенция как вода. Если он густой, ну, скорее всего, там есть загуститель. Плохо это или хорошо, ну, это просто означает, что достаточно большое количество балластных веществ. Ничего плохого нет, но в этом случае понятно, что удельный вес, собственно, белка ниже, чем если бы не было этих загустителей. Поэтому в этом случае он практически такой же, как и по консистенции, как обычная сыворотка. Это мицеллярный казеин? Да, это уже новая серия Платин. Те, кто еще не пробовал, ну, кстати говоря, многие аргументируют, что, в общем, он достаточно дорогой, но его производство реально дорогое. Я действительно занимаюсь тем, что изучал этот вопрос. У него себестоимость существенно дороже, то есть он по определению дороги. Так что нужно понимать, что это не какая-то причуда производителя. Практически любой производитель в казеин существенно дороже, чем обычная сыворотка. Так что тут вопрос такой. Но тем не менее, вы можете увидеть, что в банке 25 порций при собственном весе килограмм, килограмм 100 практически. И в каждой порции 30 грамм. То есть 25 на 30. Если вы посчитаете, переведете, мы помним, что вы уже один раз это делали, то есть на какой-то эквивалент врага, то, в общем, дороже не получается. Но совершенно точно, порядка 4-5 часов достаточно медленное высвобождение тех самых аминокислот в кровь во время ночного сна. Теория о том, что ночью нам нет необходимости, я считаю, что это неправильно. В общем, логики я в этом не вижу. Действительно, организм восстанавливает все время сна, и ему необходимо как раз поддерживать, восстанавливать те самые мышечные волокна, которые были подтверждены в процессе тренировки. Не буду я особо окидничать, и выпью я последнюю свою порцию протеина из своего же блендера. И опять же скажу, что вкусно. Опять же, я выбираю вкус, и вот я имею такую возможность, шоколадоподобные. Так уж получилось. Ну что, закончился один день из жизни с или у, ну, неважно, то есть один день из моей жизни. Видите, я заговариваюсь с утра, я заговариваюсь вечером. Утром, потому что углеводов еще не паяло, а вечером, потому что уже все углеводы, которые были съедены и зарасходованы. День, как я уже говорил, задался. В общем-то, сказал почти все, что хотел. Сейчас очень надеюсь, что отойду ко сну, и завтра с утра все по-новой. Только, к сожалению, без Михаила Прубанова и без незримого ока в его руке. Спасибо, буду ложиться спать. Дверь, Миш, ты знаешь где? Надеюсь, что ты сможешь ее сам закрыть. Я вынужден сказать, что я действительно еще устал, и пойду отходить ко сну. Спокойной всем ночи. Если у вас ночь, если вы просыпаетесь в дом рутра, если вы отмечаете какой-либо праздник, с праздником у с вами был Старислав Литовер. Сегодня был один день из моей жизни. Мы ели, пили, тренировались. Надеюсь, этот день повторится. Будет дежавю. До свидания. Пока, Стас. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok